Всем привет! Сегодня мы попытаемся заменить базовый стволик в автомате АКМ от фирмы ЦИМА 048. В данном автомате у нас стоит стволик 608, мы установим стволик 603. Замер данного стволика повысит дальность, кучность и увеличит скорость вылета шара. Итак, приступим. Замер данного ствола. Замер данного ствола можно использовать. Отделяем хапап от чего? От бадди. То есть от францета. Это вот. Грубо говоря, от корпуса отделяем хапап. Чтобы можно было сейчас снять. Видишь? Все ремко освободилось. Вот это твой базовый стволик. Дальше. Все, что держит этот стволик, это вот эта вот заглушечка. Главное, ее не поломать. Отпускаем хапап. Вынимаем стволик с резинкой. Вот видишь? Здесь приходит прижимная резинка продавленная. Прижимное кольцо. Все. Теперь, для начала, берем кусок твоей материи. Чтобы убедиться, что они действительно одинаковые. Они одинаковые. У них выбора нет. Действительно, идеально. Ровные. Но они стандартные просто. Со всеми забезболинами. Берем силикон. А этот из какого металла? Это кифловый, как его? Латунь. А, это нержавеющая сталь. А, это да. Ну, тут нержавеющая сталь. Латунь просто более мягкий материал. Больше подвержен дефектам. Но, вопрос в том, что латунь, если ты имеешь дефект стволика, латунь можно еще поправить самим. То есть, своими руками внутренний дефект можно исправить. А в нержавейке, если ты имеешь сорокину стволика, то ты его, в принципе, хоронишь. Потому что ты его никак не зашлифуешь. Фокус поймать. Одеваем стопорное кольцо. Ниже, может, в стиле? Нет? Да. Чуть ниже это все делаем. Сейчас, сейчас, сейчас. У резинки тоже есть посадочное место, на котором на стволике есть проточка под это посадочное место. То есть, резинку ты тоже другим макаром никак не оденешь. Вот, обратим внимание, в середине резинки. У него здесь проточка присутствует. Вот. А, да-да-да-да-да. Вот, что ты знал на будущее. Вот, видишь, когда ты ее поджимаешь, видишь, она поднимается. Главное, при этой сборке ее не потерять. Я понял. Чуть-чуть силикона даем. Теперь, у нас там место, где находится отверстие на стволике, оно должно попасть на прижимную резинку. То есть, мы аккуратно... А если мы не попадем? А мы попадем. У нас выбора нет, сволик можно всегда довернуть. Понимаешь? И садим стопорное кольцо. Все. Да, камера пробивает на свет. О! Даже попадаем. Ты аккумулятор заряжен? Где? А? А где? Ну, здесь. Да. Отлично. Ну, как? Да. Ну, мы ориентируемся. Три игры уже отыграл, наверное? Не. Ну, нам много не нужно. Мы просто должны увидеть, чтобы парашюту как пойдем. Кажематр не не присоединяется. С балкончика. Ну, так. То есть, посадить прижимаем. И садим на нозел. Не мешал на данный момент. В принципе, в данном этапе у нас все. Теперь, самая сложная проблема, это посадить то, что мы очень долго начались и выбивали. Исходя из того, что оно было очень плотно посажено. Вот. Все. Теперь смотрим. То есть, ставим стопор на место. Проверяем, как он вышел с этой стороны, пока он полноценно не выйдет. То есть, он должен встать на свою позицию. В принципе, любой отсюда на этих девайсах имеет люфт. Ну, вот я таким методом его... Уберем нашу имитацию затвора. Кстати, сюда тоже можно чуть-чуть силикончика дать. Чтобы он у нас нежнее ходил. Ну, и соответственно, саму пружинку. Аккумулятор завелся. После этого, что мы можем сделать? Значит, на данный момент нам нужно зарядить бункер или механу, выйти и попробовать, как оно стрелует. Делаем. Шары мы будем заряжать ВЕ-шные. И стрелять мы будем в балкон. В принципе, нам для стола... Для наших нужд. С него хватает. Все. Можем снятих и опять стрелять. После замены стволика сделал несколько выстрелов пробных. Думаю, стреляет отлично. Основную пристрелку уже будем делать на игре. До пяти метров в плюс. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok